Каникулы – пора, которую с особым трепетом ожидают дети, немного приуставшие после самой долгой третьей четверти. Конечно же, каникулы – это в первую очередь время для отдыха, однако его важно грамотно и правильно организовать, чтобы ребенок не только не забыл все, чему научился, но и возвращение к учебному процессу не стало для его организма настоящим стрессом. На весенних каникулах на помощь мамам и папам пришли педагоги учреждений образований города, которые постарались, чтобы это время прошло с пользой. В средней школе номер 35 к формированию планов нешкольной работы педагоги подошли основательно. Пока одни ребята активно посещают музеи, кинотеатры, другие нашли занятия в школе, изучая специальные дисциплины. Организован лагерь, который посещают дети начальной школы. Также ряд мероприятий, в частности, это и футбол, это и психологический тренинг, и кинолекторий здоровый образ жизни. Это и различные экскурсии в рамках нашего города, краеведческий музей, Брестская крепость. Средняя школа номер 35 больше известна в городе как учреждение кадетской направленности. Не за горами 9 мая, потому, несмотря ни на что, каждое утро будущие обладатели профессии в погонах спешат на импровизированный плац, где оттачивают технику шага и строевые команды. В это время в здании самой школы активно работает вокальная студия, где постигают азы нотной грамоты юные музыканты. День с утра похожий, эти слова проговорить. Однако одним из самых популярных направлений остается спортивное. В школе уже не один год работает футбольная секция, особый интерес которой проявляют самые юные школьники. Координация движений, ну и быстрота мышления, вот где-то они быстрее начинают соображать. Но самое главное здоровье. Я считаю, что им нравится игровая вот обстановка, игровые виды. Ну это одно из важных, мне кажется, для детей, что они сюда ходят. В средней школе номер 20 вне каникул работает настоящая школа красоты. Да-да, вы не ослышались. И работает она в совершенно разных вариациях и формах. Пока одна группа знакомится с технологией создания уникального в своем роде мейкапа, другая занимается парикмахерским делом. Девочки под чутким руководством студентов профильных колледжей и лицеев осваивают искусство создания причесок. На каниклах мы ходим в лагерь. Сейчас лагерь называется «Школа красоты». Сейчас нас заплетают. Мне это очень нравится, так как у меня длинные волосы. Мне очень нравится, когда заплетают. Красота своими руками – пожалуйста. Фантазии воспитанниц 20-й школы могут позавидовать даже известные мировые кутюрье. Создать платье из подручных предметов, ненужных бумаг и пластиковых стаканов – дело не из легких. Юбка у меня сделана из мусорных пакетов, тряпочек для уборки помещения, тарелочек, крышечек, бутылочек. И все это приклеено на каркас. Пока юная красавица знакомится с новинками и трендами красоты и здоровья, будущие звезды футбола на площадке перед школой. В сопровождении своих наставников, учителей физкультуры, ребята тренируются набивать мяч и уверенно забивать голы в ворота соперников. И это только часть запланированной программы. Детям это нравится, мы рады, они заинтересованы. Многие учащиеся в нашей школе, старшее звено, они посещают студию красоты, поэтому тоже будет организовано дефиле для них, девочки будут учиться дефилировать. Ну, им это нравится, а мы довольны. Система образования города сработала таким образом, чтобы каждый малыш, каждый школьник имел возможность найти применение своим знаниям и провести каникулы с умом. 35-я и 20-я школы областного центра – это лишь два учебных заведения из большого списка школ и гимназий города. И каждое учреждение смогло сделать что-то свое для любимых учеников. В рамках тематических дней будут проведены различные интересные мероприятия. Викторины, конкурсы, спортивные игры, мастер-классы, дискотеки, экскурсионные поездки, походы в музеи, в детские библиотеки. Наша задача в период, в том числе и весенних каникул, сделать все, чтобы дети просто не гуляли самостоятельно на улице, где-то не болтали, чтобы не допустить роста преступности, для того, чтобы организовать им деятельность и помочь родителям. Родителям тех детей, у которых особенно родители работают, и дети маленькие. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.